На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись. Марк Куин, Вильм де Львуа, постмодернизм и постхьюман. Часть вторая. Марк Куин, художник, как бы английский художник, поколение Young British Artists, участвовал в такой главной для них, для всех выставки, Сенсейшн, вместе, и начинал, собственно, как скульптор, скульптор достаточно традиционного, для такого модернистского толка. То есть такая поздняя экспрессионистская скульптура про то, как тяжело удержать, которая противостоит, наверное, скульптуре классической, собственно, про то, как тяжело удержать форму, как тяжело удержать лицо, как тяжело человеческому телу оставаться статуарным и неизменным, собственно, про то, как человеческий образ растекается, мучительно теряет форму, и в муках, и существует, в общем, в муках и корчах, да, вот то, чем в живописи Фрэнсис Бекон, например, занимался, оставаясь, там, то, чем занимались экспрессионисты, но я вспоминаю Фрэнсис Бекон, ну, просто поскольку он всё-таки такой английской традиции относительно. Фотография скульптуры Марка Куина «Мария Антуанетта», 1989 год. В выставочном зале с приглушённым цветом находится скульптура бежевого цвета на белом постаменте. Это бюст Марии Антуанетты. Мы можем различить лицо, волосы, высокую прическу с кудрями, спускающимися на плечи. На голове очень высокая шляпка, возможно, украшенная большими перьями. Плечи как бы в рюшах платья. Бюст переходит в узкую подставку, похожую на ножку бокала. Лицо Марии Антуанетты плохо детализировано, различить детали лица и костюма трудно, так как скульптура выглядит как наспех накиданные скульптором куски глины, на которых он только начал обозначать детали. Скульптура как будто слепленной серо-бежевой глины, хотя на самом деле она сделана из хлеба, а затем отлита в бронзе. Вот такие вот варианты скульптуры, которые там переигрывают. Сделано, это сделано, многие из них, это очень занятная техника, это сделано из хлеба, а потом отлита в бронзе, то есть как бы не из глины делается прототип, а из хлеба. Вот такие вот замечательные хлебные отпечатки рук, очень, собственно, напоминающие на то, что скульптура из хлеба, которую примерно тогда же, может быть, чуть раньше делал Антони Гормли, про которого мы на одной из предыдущих лекций говорили. И вот в этом смысле, когда он делает первую скульптуру «Я», первый автопортрет, первый «Селф», это та же самая история, продолжающая этот экспрессионизм про то, как скульптуре трудно удержать, зафиксировать форму человеческого тела, про то, что человеческому облику, человеческому телу свойственно вообще корчиться, расползаться, растекаться, и только огромным усилием можно это удержать. И появляется вот этот портрет, сделанный из крови, потом у него были четыре, по крайней мере, четыре модификации, какие-то из крови, какие-то из вина, какие-то там, еще какие-то, по-моему. Вот этот портрет как слепок ДНК, потому что единственное, что действительно может удостоверить нашу личность, это, в общем, скорее ДНК, чем наш физический облик, который можно как угодно менять. Поэтому одновременно с этим портретом, который удостоверяет не облик, а формулу человека. И вот ДНК появляется очевидный совершенно сюжет про пластическую хирургию. Фотоколлаж Марка Куина. Шаблон для моей будущей пластической операции. 1992 год. На темном фоне изображен мужчина по пояс. Он обнажен. Это сам художник. Правая рука опущена вниз, левую он приложил к волосатой груди. Это лысый человек с короткой бородой. Он стоит с закрытыми глазами и высунутым наружу языком. На место левого уха при помощи коллажирования добавлено изображение также уха, но более светлое, чем сама фотография. Место стыка фотографий выглядит как шрам. Также заменено изображение носа. Изображение носа негативное, то есть тени выглядят белыми, а светлые части тёмными. Кисть прижатой груди левой руки также добавлена коллажированием. Кисть кажется почти белой, она разрисована узором в горошек серого цвета. Часть груди, которой она прижата, тоже добавлена. Она светлее остальной фотографии и покрыта серыми штрихами. К колбу прикреплено плоское изображение, похожее на изображение мозга. Про то, что облик недостоверен, облик – это то, что подлежит изменениям. Сюжет про изменение облика, про изменение тела, про то, что мы можем стать или оказалось, что мы стали кем угодно, будет для Квина очень важным. Все дальнейшие его сюжеты, опять-таки, 90-е годы – это продолжение этого сюжета про растекающуюся скульптуру, оплывающее, растекающееся тело, причем сейчас он уже переходит к другому материалу, более физиологичному, чем бронза, это пластик и резина, которая. И там же появляется тоже, в этом же цикле появляется сюжет для него, очень потом оказывается важным – это растение. Фотографии инсталляции Марка Куина «Мои постоянно меняющиеся настроения», 1993 год. На фоне белой стены стоит зелёное растение в горшке. Высота растения почти из человека. У него тонкие ветви и маленькие листья. На двух нижних ветках подвешены небольшие гипсовые фигурки. Одна из нижних веток растения склонилась под тяжестью белой фигурки человеческой руки, подвешенной на неё. Другая ветка, находящаяся выше и по диагонали отописанной, тоже склонилась под тяжестью белой фигурки, но человеческого лица. Обе фигурки размером с человеческую ладонь. Вот такое меняющееся настроение – это когда человек, какие-то части этого, опять-таки, автопортрета, рука, лицо оказывается частью растения, которое, наверное, может расти, видоизменяться и, соответственно, разносить на разные расстояния. Вот эту самую человеческую фигуру, которая каким-то образом в этом растении обозначена, вот эти слепки самого художника, пока что это всегда автопортреты. Вообще, Марквин – это и после этих опытов наступает менее экспериментальная серия. Вот такой вот действительно экспрессионистской скульптуры классической, вот с человеком, который раздирает сам себя на части. Фотография скульптуры-автопортрета Марка Куина. На фотографии виден только фрагмент скульптуры. Это металлическая скульптура серо-бежевого цвета. Это бюст самого художника. В его грудной клетке две сквозные квадратные дыры. Одна приблизительно с человеческую ладонь, другая в два раза меньше. Руки обрезаны по плечо. Шею человека обхватывают две кисти, отделённые от рук. Одна сжимает его шею спереди, другая сбоку. Голова человека лысая, по ней проходит трещина в районе лба. Глаза закрыты, брови сдвинуты, рот немного приоткрыт, уголки рта направлены вниз. И мучительно пытается вы то ли выскочить из себя, то ли собрать себя воедино, то ли заново собрать себя воедино, трансформировать себя, лепить себя, пытается либо удержать свой облик, создать свой облик, или буквально там вы выскочите из своей шкуры. Что происходит, вот это выскочить из себя, вот буквально скульптура, когда это человеческое тело оказывается кожурой, такой кожурой банан, из которой человек, то я, которое, если есть какое-то я, помимо тела, помимо физической оболочки, ускользнуло. Потому что физическая оболочка – это то, что стекает, это то, что оплавляется, это то, из чего можно убежать. Ну и вот такая серия сделана из стекла, стеклянные скульптуры. Фотография скульптуры Марка Куиной из серии «Морфология самогипноза», 1996 год. Выставочный зал с белыми стенами и серым полом. Прямо на полу расположено около 10 стеклянных скульптур. Они стоят группой без определенного порядка. Все фигуры разного размера. Они похожи на маленькие круглые лужи и застывшие над ними всплески воды. По фотографии невозможно понять истинный размер скульптуры. В центре фигура, в которой капля выглядит как человеческая голова. Напротив неё слева фигура в форме человеческой кисти. Остальные застыли в абстрактных округлых формах. Поверхность скульптур глянцевая, почти зеркальная. Кажется, что по полу разлито жидкое серебро или ртуть. Вот такая вот история. Марк Вин, опять-таки, отчетливо напоминающая того самого жидкого терминатора. И, наверное, я думаю, что вполне сознательно этот очень мощный кинообраз про абсолютно трансформированность человеческого облика действительно вполне сознательно цитирующий. И, опять-таки, это в какой-то своем первооснове так или иначе автопортреты. Вот все эти истории про растекающееся, плавящееся тело, плавящееся я. И тоже до протяжения многих лет, уже вне этих циклов, Марк Вин будет возвращаться к этой идее, к исследованию формы бесформенности. Вот такая бронза, то есть такой самый классический материал. А он еще работает. У него был период, когда он работал с пластиком, с резинами. Но он, естественно, упорно работает с классическими материалами. Скульптуры с бронзой и с мрамором. Вот такая бронзовая штука, которая выглядит как абстрактная скульптура. На самом деле, это слепки тушь мясных. Ну, такие почему? Не бычьи туши, а какие-то кролики из мясной лавки. Фотография скульптуры Марка Куина из серии «Мясные скульптуры», 2004 год. На светлом фоне лежит черная абстрактная скульптура из бронзы. На первый взгляд она не вызывает почти никаких прямых ассоциаций. Мы видим некую вытянутую по диагонали бесформенную массу со складками и округлыми отростками. Если приглядеться, то становится понятно, что скульптура отлита по форме тушки кролика. Без головы, без шкуры, с выпотрошенным животом. Лапы обрублены наполовину. Туша лежит как бы на боку, повёрнута к зрителю, разрезанным вдоль животом. Часть хребта, там, где должна была быть голова, находится в левой части тушки. Хребет торчит и устремлён вверх. Задние культи и лап расставлены. Одна торчит вверх, другая вниз. Которая превращается в эту жуткую абстракцию, жуткую тем, что ты в этой абстракции, в конце концов, угадываешь эту тушку животного. И два года спустя это могут быть такие вот тоже как бы человеческие фигуры, которые, на самом деле, увеличенные, попкорн увеличенные, лопнувшие кукурузные хлопья, из которых можно, поскольку мы уже привыкли, что скульптура – это какое-то существо, вот они там превращаются в таких вот деформированных монстров. И история про то, как удержать свой, удержать и сохранить облик, удержать и сохранить форму. Морозильная камера, с которой пришлось Марку Квину впервые работать, когда он делал первый этот селф, первый автопортрет из крови. Потом как бы его эта идея про морозильную камеру как витрину для скульптуры, как идеально продолжала интересовать. И он сделал вот такую первую серию «Вечная весна», букет подсолнухов, замороженный. По-моему, еще про как бы сложные технологии вот этого замораживания цветов, чтобы они при этом не высохли и не растаяли, какое-то там пропитывание силиконом в этом участвует. Это, в общем, такая сложная, почти секретная технология, вот такого вечного букета цветов, которые находятся в креогенной камере натюрморта, которые подлиннее, чем если бы это был букет подсолнухов, написанных художникам, и одновременно куда менее долговечный. И проект, который потом выливает, вот огромный проект сад, вот действительно целый гигантский сад из цветов, замороженный сад из цветов, которые никогда в жизни, ни в каком саду не могли бы сосуществовать одновременно, потому что это растения из разных климатических зон, растения, которые никогда не цветут одновременно, то есть такой вот невозможный сад, который находится в состоянии постоянной заморозки. И тоже очень, то есть такой вечно цветущий гербарий. И то, что для Марка Квинна, этот сюжет с садом, который сюжет с растениями, сюжет, который продолжает его, это моё я как растение, разносящее руки, ноги и лицо, вот такой вот автопортрет бронзовый. И огромные цветы, которые начинают ваять, археология желания, естественно, орхидея, как фрейдийский, мягко говоря, образ, который у него повторяется, превращаясь в такую огромную скульптуру. Фотография скульптуры Марка Квинна «Орхидея». На траве, правее от центра фотографии, стоит скульптура в форме цветка орхидеи, высотой в несколько метров. Она тёмно-красного цвета. Цветок состоит из четырёх лепестков. Два больших лепестка по бокам, по форме напоминают уши слона. Между ними чуть сзади ещё один лепесток, направленный вверх. Он в три раза меньше, а нижний лепесток совсем маленький. Скульптура выполнена очень натуралистично. Позади скульптуры плотной стеной стоит зелёный лес. На переднем плане водоём. Деревья, небо и скульптура орхидеи отражаются в воде. И одновременно являясь образом и сюрреалистическим, и фрейдистским. И при этом таким очень точным это всё-таки такой огромный гербарий. Это огромное научное коллекционирование неких природных феноменов, естественных феноменов. Потом эту серию с цветами, достаточно огромными цветами, продолжает такая же серия с огромными раковинами, которые тоже можно прочитывать как некие эротические, естественно, символы. И одновременно как некое коллекционирование ископаемых, как некий научный методический подход собирателя кабинета редкости, скорее учёного и биолога, нежели такого художника, который создаёт произведение искусства. Такой странный научный подход, который всё время у Марка Квина будет присутствовать. Но, собственно, самая, наверное, прославившая его после, естественно, селф-серии – это серия вот таких вот портретов, это мрамор, это портреты реальных людей. Скульптура Марка Куина «Питер Халл», 1999 год. Перед нами белая скульптура на тёмном фоне. Это фигура обнажённого мужчины средних лет с короткой аккуратной стрижкой. Человек задрал голову немного вверх и смотрит куда-то ввысь. Мужчина крупный, подтянутый. Вместо рук и ног у мужчины культи. Отсутствует часть рук ниже локтя. Культио левой руки тянется вперёд. Правая спокойно опущена, образуя с туловищем угол 45 градусов. Ноги представляют собой небольшую округлую часть бёдер. Между ними видны его половые органы. Людей, ампутантов или людей, которые родились с такими конечностями. Это первый портрет, который он сделал. Человек этот, спортсмен-паралимпиец. И когда Марк Квинт начал делать свою серию, первый искал своих моделей, он через комитет паралимпиады. И естественно, это исследование о красоте человеческого тела. Это белый мрамор. Это материал классической, античных времён. Это материал классической скульптуры. Это сопоставление этого материала, скульптуры в человеческий рост и форматов, какой-то абсолютно высокий реализм. Формат, в котором мы привыкли видеть идеальное тело с телами людей, которые под нормы современные не подходят. И опять-таки, можем ли мы в них увидеть, мы же восхищаемся античными статуями, у которых не хватает конечностей, можем ли мы соотнести этих персонажей, красоту их тела, который по-своему может быть красивый, с красотой вот этих самых мраморных статуй без рук и без ног. Самая знаменитая, наверное, его статуя с этого цикла – это портрет Элисон Лапер, вот такой вот женщины-художницы, которая родилась без рук и с недоразвитыми ногами. Она рисует, держа кисть или карандаш в зубах. И изображает, представляет он ее на первой серии на каком-то большом сроке беременности. И есть еще один портрет, где он ее представляет с новорожденным ребенком. Скульптура эта прославилась тем, что в тот момент, когда она занимала четвертый постамент на Трафальгарской площади в Лондоне. Фотография скульптуры Марка Куина Элисон Лапер, 8 месяцев, 2000 год. В светлом выставочном пространстве на белом постаменте белая скульптура обнаженной беременной женщины. Она сидит на ягодицах, вытянув ноги вперед. Ее туловище повернуто к нам в полоборота, а голова смотрит влево. У женщины квадратная форма лица, невысокий лоб, прямой нос, выраженные скулы, тонкие аккуратные губы. У нее короткая мужская стрижка. Вместо правой руки короткая кульца. Левая рука отсутствует. У нее достаточно большая грудь зрелой женщины и круглый большой живот беременной. Ее бедра крупные, а ноги непропорционально короткие. Пальцы стоп плотно прижаты друг к другу. Там есть такой давно идущий проект, что на этой огромной площади есть один из постаментов, который исторически остался пустым. На него не поставили ту статую, которая для него предназначалась. И с 2000 года этот постамент предоставляется по очереди современным художникам, которые там выставляют то, что они идут или иной проект. И, наверное, этот проект был самым мощным, потому что это действительно была скульптура, такая скульптура такого размера, которая должна стоять на площади. Она представляла то, что представляет скульптура на площади. Мраморная скульптура, представляющая достойную гражданку Великобритании, вот эту замечательную женщину-художницу, которая, несмотря на свои особенности, своего тела, смогла стать художницей, смогла победить себя. И эта скульптура, которая потом действительно стала такой айконом, ее увеличенная надувная копия присутствует в церемонии открытия Паралимпиады в Лондоне в 2012 году. И потом эта же скульптура, которая действительно стала вот уже надувная огромная версия, показывалась и в Венеции. И невероятно трогательная фотография, где, собственно, сама Элисон Лапер позирует на фоне этой скульптуры, которая приехала на выставку. И для Марка Квина было очень важно согласие первого его героя, вот этого спортсмена-паралимпийца, потому что он не знал, что из этого получится. И потом, когда эта первая статуя была сделана и показана, было очень важно, чтобы эти люди не чувствовали, что их эксплуатируют, чтобы это не было кусткамерой. Хотя, конечно, некий элемент коллекционирования различных персонажей там есть, но при этом сделанное, сделанное оно со всей возможной не идеализацией, а достоинством, с которым он показывает различные варианты человеческих тел, различные варианты ампутантов. Но это как раз история, что это, конечно, совсем античность. И тут тоже очень человек, который тоже стал художником, несмотря на то, что у него нет рук, он родился без рук. Слепая от рождения женщина, у которой вот эти глаза выглядят, как те глаза, которые мы привыкли видеть у античных статуй, потому что то, что их инкрустировало, было утрачено. Можем ли мы действительно соотносить эти образы, этих людей, их тела, с теми классическими образами тела, которые существуют в европейской культуре со времен античности? Поэтому, когда это выглядит, когда это целый зал, то это действительно в первый момент выглядит, как зал античности, как античный зал, и только потом ты понимаешь, что это не обломки, что это представление таких людей. То есть то, что делает Марквин, это исследование, это проверка адекватности языка классического искусства нашим новым современным эстетическим и в основном этическим нормам, можно ли тем же языком говорить о телах, которые не являются идеальными, можно ли разделить эстетику и этику, можно ли представлять людей, на которых выставлять на показ людей, на которых часто не принято смотреть. Мы же отводим глаза. А вот можно ли им и любоваться, можно ли увидеть их красоту? Это такой, на самом деле, достаточно двусмысленный комплекс вопросов, где этическая и эстетическая, и мораль, и, собственно, история искусства, и анализ языка классической культуры, он тесно связан. Марквин не меняет язык. Это такой модернистский парадокс, что есть реализм, есть классическое искусство, которое изображает, как есть, и есть модернизм, который деформирует изображение, которое там, что если женщина там с одним глазом на носу, это Пикассо, это вот такое деформированное изображение. Да, я такой просто обывательский пример привожу. А здесь есть, как бы, есть абсолютно реалистическое изображение, те, как бы, тела, которое с классической точки зрения выглядит деформированным. Или, как бы, с современной точки зрения, другим. Причем, как бы, другим выглядят не только вот эти, не только ампутанты, не только паралимпийские спортсмены. Вполне другой с точки зрения классического канона выглядит Кейт Мосс. Знаменитая модель вот сегодняшняя, там, идеал красоты, манекенщица, которую Марк Квин ваяет в йоговской позе. И которая, опять-таки, с точки зрения вот этих классических представлений о красоте выглядит абсолютным чудищем, да, поэтому она называет ее сфинксом или сиреной. Фотография скульптуры Марка Куинна Кейт Мосс. На улице, перед входом в здание, на круглом каменном постаменте стоит белая скульптура, изображающая топ-модель Кейт Мосс. Это очень худая молодая девушка с прямыми распущенными волосами длиной ниже плеч. У нее треугольное лицо, большие широко расставленные глаза, маленький нос и маленький аккуратный рот. Она сидит в одной из пос-йоги, сложившись пополам. Она сидит на копчике. Она закинула обе ноги за спину и скрестила ноги за спиной. Получается, что ее руки, плечи, торс торчат между скрещенных ног. Левая рука заведена назад, она согнута в локте. Под локтем зажата правая ступня. Правая рука поднята вверх. Левой кистью Кейт Мосс схватилась за свою левую ступню. На ней надет купальник-бикини. Модель смотрит прямо перед собой. Высота скульптуры примерно 2,5 метра. Это те представления о теле, которые идеальном теле манекенщицы, которые повергли бы в ужас любую античность. Причем он еще играет с масштабом эту скульптуру. Он повторяет ее много раз. Она есть в огромном размере, она есть сдвоенная, она есть из чистого золота. Это был такой ход параллельный черепу с бриллиантами Херста, конкурс на самое дорогое произведение искусства. И она может быть изваянная, поскольку она занимается йогой, он ее ваяет в йоговской асане, в лотосе, но он ее ваяет, стилизуя уже не под европейские, а под китайские, японские, тибетские, буддистские изображения и изображает ее в позе не помню, как этот персонаж называется, но словно говоря, богиня смерти. Скульптура Марка Куина На темном фоне стоит освещенная светло-золотая скульптура. Это Кейт Мосс, сидящая, скрестив ноги, в позе лотоса. Лицо расслаблено, волосы распущены, длиной ниже плеч. Пальцы рук соединены на уровне живота, тем самым образуя круг. Голова скульптуры выполнена ненатуралистично, а тело напоминает стилизованное изображение индийского йога или буддийского божества. Оно очень худое, видна каждая жила. Груди нет. Грудная клетка покрыта горизонтальными полосами, похожими на стилизованное изображение ребер и мышц. Живот очень впалый. На неё надета накидка, длинный кусок ткани, как будто соскользнул с её плечей и теперь закрывает только нижнюю часть спины, локти и ноги скульптур. Ткань также золотого цвета, она тоже стилизована. Складки на ней выглядят как волнистые линии. Когда это тело сводится до скелета, вот это тело, которое демонстрирует себя, сводится до скелета и, в общем, сводится к такому достаточно страшному, грозному существу. Следующая серия, вроде бы, совершенно реалистичных неидеализированных персонажей, это тоже гипс, но гипс, в котором содержатся те, как бы, гипс, из которого изваяна каждая скульптура этих людей, содержит те лекарства, без которых не может существовать этот человек. В портрете диабетика есть инсулин, собственно говоря, те лекарства, которые обеспечивают жизнь каждого из этих людей. Это, опять-таки, история и про образ тела, но здесь никаких тела более-менее обычных, не достаточно красивых, но история про то, что составляет нашу идентичность, что это может быть наш физический облик, наше тело, это может быть наша кровь, но это может быть и то, что в этой крови, те вещества, которые в этой крови постоянно циркулируют, обеспечивая нам выживание. Тоже такой вопрос о неком постхьюмане, где лекарство как бы в моей крови является такой же необходимой частью моей жизни, как сама эта кровь и такой же частью моего я. Проект «Эволюция» это огромные изваяния зародышей и человеческих, и, по-моему, животных на разной стадии развития, которые выглядят как такие абсолютные идолы, какой-нибудь, я не знаю, древнеиндийский или древнеегипетский, такой вот, ну, скорее даже такой некой вымышленной до-человеческой лавкрафтовской религии. Фотография скульптуры с проекта Марка Куина «Эволюция», 2005 год. На фотографии открытая галерея с колоннами, видимо, вокруг старинного здания. Сквозь них видно улицу, дома. На переднем плане, примерно на расстоянии метра друг от друга, стоят две белые статуи человеческих зародышей. Это большие вертикальные прямоугольные куски мрамора, в центре которых высечены фигуры эмбрионов. Оба эмбриона показаны на ранних стадиях развития. Мы можем различить зачатки глаз, носа, ушей, позвоночника, конечностей. Но в целом они похожи на амфибий. У них круглые головы, есть джаберные щели, хвосты. Куски мрамора вокруг скульптуры, с которого они высечены, художник оставил необработанным. Скульптуры выполнены реалистично. Достаточно жуткие, но при этом абсолютно достоверные, действительно, точное изображение зародыша, которое еще раз нас заставляет задуматься о том, вот такой даже автопортрет есть в виде зародыша на ранних. Опять-таки заставляет нас задуматься, что является человеческим, что является нечеловеческим. Можем ли мы различить этого зародыша человека от зародыша нечеловека? И можем ли мы эти фигуры не воспринимать как жуткие, потому что они действительно в этом размере производят достаточно жуткое впечатление. Портрет, детский портрет уже не из крови, а из... где есть элементы плацента в этом. Из чего отлита эта голова. И вот такой вот огромный, огромный младенец, планета, скульптура. Фотография скульптуры Марка Куинна «Планета», 2008 год. В парке посреди пешеходной дорожки расположена белая скульптура огромного обнаженного младенца. Скульптура как будто зависла в воздухе в горизонтальном положении, и вся опора приходится на правую руку, опущенную к земле. Левая рука лежит на груди, голова повернута вверх, ноги согнуты в коленях и как бы парят в воздухе. Кажется, что младенец парит в невесомости. Высота его больше чем в два раза превышает человеческий рост, а длина более чем в четыре. Скульптура выполнена реалистично. которая удивительным образом там держится, как бы висит в воздухе, и с одной стороны это самое умилительное, что может быть. Вот фигура ребеночка, фигура младенца, тоже абсолютно младенец Иисуса, ангелочки, там тоже такая огромная традиция, с другой стороны становится огромным. Это оказывается довольно жутким персонажем. Марк Вин человечество прослеживает от колыбели до могилы, делая свою пляску смерти, свои истории со своих скелетиков, разыгрывающих все, что угодно, там в ожидании года называется, например, эта работа, там все, что как бы все возможные медитации, да, вот все, что как бы то, что продолжает делать человека человеком даже после смерти, то, что, собственно говоря, является вот этим сюжетом классическим про пляску смерти близком до Львуа, и тоже, собственно, сюжетом абсолютно вписанному в европейскую культуру классическую, вот еще там замечательный вариант, когда это все еще с огнем из бронзы, и одновременно он начинает делать такую галерею современных типажей, вот такая вот хокстонская Венера. Фотография скульптуры Марка Куинна «Хокстонская Венера», 2006 год. Перед нами выставочное пространство с белыми стенами. В центре фотографии стоит скульптура бежевого цвета. Это фигура беременной женщины в полный рост в натуральную величину. Она стоит в пляжных шлепках и широких мужских штанах с множеством карманов. Верхняя часть тела оголена. У женщины среднего размера грудь, очень большой живот, соответствующий последним месяцам беременности. Левая нога чуть согнута в колени, руки на бедрах. Мы не видим ее лица, так как оно полностью скрыто прямыми короткими волосами, отстриженными под коры. Такая, видимо, более-менее пролетарская английская женщина, которую он ваяет как новое божество, ваяет ее прекрасной. Как может современное общество, современная массовая культура стать новым. Это, по-моему, такой замечательный тотем. это огромная штука, цемент, огромная скульптура, действительно выглядящая как некий архаический идол, но при этом являющийся опознаваемым персонажем из «Звездных войн». Загадочная суть. И вот те вещи, которые одновременно повседневными и узнаваемые, одновременно создают загадочные и страшные. Вот такая вот серия скульптур. Это цементная есть версия и бронза. В общем, современных городских подростков с черепом. Выставочное пространство с белыми стенами и полом. На переднем плане стоит скульптура подростка в полный рост. Это работа художника Марка Куина «Момент ясности» 2010 года. Молодой человек одет в спортивный костюм с надвинутым на лицо капюшоном, голова опущена, ноги его расставлены. Он держит в руках перевернутый верх ногами череп. Скульптура полностью золотого цвета, включая череп. Он стоит на белом полу в центре очерченного вокруг черной краской квадрата. Сзади на стене висит живописная работа того же художника. На круглом холсте изображен огромный круглый зрачок глаза. Радужка голубая с желтыми прожилками. По краю радужки проходит коричневатая линия. Зрачок занимает весь холст. Собственно, представляющих себе такая современная вариация на тему Гамлета. И живопись, которая на заднем плане. Марк Вин делает живопись, которая, мне кажется, не очень интересная, поэтому я не стала показывать. Но вот эти огромные картины с глазами очень важны с радужками, потому что, собственно говоря, это опять-таки история про идентичность. Радужка у каждого уникальна. Это такой же слепок нашего я, как отпечатки пальцев, как ДНК. Но при этом это одновременно и портрет, и наш инструмент восприятия мира. Это то, что нас идентифицирует, это то, что нам позволяет идентифицировать других, рассматривать мир. Поэтому вот эта коллекция радужек которые в разных вариантах огромных у Марка Квина появляются. Это тоже вариант автопортрета, но еще такое инструментовое изображение инструментов восприятия, которые для него важны. И постепенно вот эти городские персонажи, современные Гамлеты, такой женский вариант Гамлета, такой девочке тоже с черепом, оказываются исследованием других персонажей, тоже измененных, потому что, конечно, все эти персонажи другие по отношению к персонажам классической культуры, это портреты трансгендеров, это портреты людей, которые уже не родились другими и не стали другими в силу печальных обстоятельств твоей жизни, а людей, которые пошли на добровольное изменение себя. Один из первых портретов, это вот этот Томас Битти, женщина, которая сменила пол и стала мужчиной, но все-таки решила забеременеть и родить ребенка, решил, потому что его жена была бесплодной. Фотография скульптуры Марка Куина Томас Бетти, 2009 год. В светлом выставочном пространстве с белыми стенами на круглом белом постаменте стоит полностью белая скульптура трансгендерного мужчины. Он среднего телосложения, с короткой стрижкой и короткой бородой. Он одет в шорты, над которыми торчит большой круглый беременный живот. Грудь мужская, верхняя часть торса обнажена. Мужчина смотрит вниз на живот и придерживает его руками. Левой рукой он придерживает живот снизу, а правой сверху. Это фактически беременный мужчина, бывший когда-то женщиной. Правую ногу он выставил немного вперед, на его лице улыбка, его глаза закрыты. И вот этого мужчину, который был женщиной и может в состоянии забеременеть и выносить ребенка, вот этого действительно персонажа некой постчеловеческой эпохи, Марквин портретирует. Портретирует его в таком же стиле классической мраморной скульптуры, в классической позе. вы представляете некую новую классическую эстетику, становится залогом некой новой этики, новой морали, которая позволяет показать этого человека. Вот такая пара людей, которые оба сменили пол, они порно-актеры. Женщина, которая на самом деле как будто, они оба трансгендеры, и потрясающий, собственно говоря, вот этот особенно впечатляющий мужчина, который был женщиной, которого он изобретал одиночной их по отдельности, в котором он совершенно не сразу понимает, что произошло, и какого пола, и какой гендер этого человека. Причем вояет, он их еще первым, вояет в такой позе новых Адама и Евы, нового мира, в котором человек, это не то, чем он родился, а то, что он готов из себя сделать. И целая галерея этих людей, там, Памела Андерсон, которая у нас человек, достаточно сильно изменивший хирургически себя, вот такая вот порнодева, это все, это не преувеличение, это действительно абсолютно реалистические портреты людей, которые такие и есть, тоже порнозвезда, сделавшая себя самые огромные грудные импланты в мире, Майкл Джексон, который, конечно, икона вот этой пост-хьюмана, человек, который абсолютно трансформировал себя, который он делает в негатив, вот такой вот трагический персонаж, человек-кот, это американец с индейскими кровями, с индейскими корнями, который сделал огромное количество пластических операций, археологических вмешательств, чтобы стать похожим на тигра. Фотография скульптуры Марка Куинна «Человек-кошка», 2010 год. В светлом выставочном пространстве на белом постаменте стоит скульптура головы человека-тигра вместе с шеей. Скульптура белого цвета с чёрными узорами в виде тигриных полос. Густые волосы отстрижены под коры и расчёсаны на прямой пробор. У человека крупные щёки с увеличенными пластической операцией скулами, широкий короткий нос. По всему лицу у него проходит чёрная татуировка, напоминающая окраску морды тигра. Верхняя губа модифицированная, её середина поднята к носу, как на морде у кошки. Над губой в разные стороны торчат длинные белые кошачьи усы. Рот его раскрыт, лицо как бы изображает рычащего тигра. Во рту длинные клыки. Глаза на фоне татуированного полностью лица кажутся очень маленькими, вокруг они полностью окружены чёрным цветом. своего тотемного зверя. Вот такой вот человек, он так, собственно, так и выглядит. И который недавно, в 19-м году покончил жизнь самоубийством. Ведь ему не вынес, не вынес, не совершенствует. Не знаю, я не буду строить догадки. Вот такой трагический достаточный персонаж. И, может быть, один из самых знаменитых, одна из самых знаменитых и действительно самых удачных работ Марка Квина, вот такой вот мальчик-зомби, это опять-таки реальный портрет человека, который существует, успешно делает карьеру модели, который целиком покрыл себя вот такими вот татуировками. Фотография скульптуры Марка Куина «Зомби-мальчик. Рик. 2011 год». На фотографии запечатлён фрагмент скульптур. На фотографии запечатлён фрагмент скульптур. Это скульптура молодого человека, тело которого полностью покрыто татуировками. Скульптура светло-бронзового оттенка. На лице вытатуировано изображение черепа. Вдоль губы и до середины щёк изображены зубы и скулы. Вокруг глаз и носа тёмные круги. Лысую голову на уровне середины лба опоясывает татуировка в виде тонкого ободка. Выше этой линии голова покрыта изображением человеческого мозга. Глаза полуоткрыты. На остальном теле татуировки представляют собой изображение содрали кожу. В некоторых местах в них вплетены узоры, похожие на мистические символы. Татуировки выполнены как резьба. Ну, как бы, это, естественно, причём его не Вим де Львова покрывало, это так вот классические татуировки традиционные, которые Марк Винсшин потрясающе ваяет, так что эти татуировки, поскольку они вырезаны, да, на бронзе, выглядят опять-таки вот этой самой барочной резьбою, которая покрывает это тело как резьба, как некий декор, который, как некие представления о красоте, свойственной старинной культуре. И здесь происходит, наверное, это действительно по противоположности тому, что делает Дель Львова, потому что для Дель Львова история про татуировки на свиньях, это и так далее, это история про современность и постсовременность. Для Марка Квинн это вопрос про то, как эти татуировки перевести обратно на язык классической эстетики, как сделать татуированное тело таким же прекрасным, как барочная резьба, как барочный орнамент. Спасибо. В Музее современного искусства «Гараж» существуют различные программы для людей с инвалидностью. Подробную информацию вы можете получить на нашем сайте гараж-мсей.орг